Строительство кампуса в переулке Вузовский завершилось незадолго до начала учебного года. Для удобства студентов рядом с жилым корпусом возвели крытую спортивную арену, уличный стадион, благоустроили прилегающую территорию. Комплекс посетил Виктор Толоконский и целая делегация первых лиц края. Губернатор не только осмотрел постройки, но и сам опробовал созданные для студентов условия. Глава региона отметил, что университет должен славиться не только академическими достижениями. Студенческая жизнь – это и спорт, это и творчество, это очень активная социальная жизнь. Посмотрите, во всем мире мы иногда не понимаем, университет какие специальности готовит, но знаем то баскетбольную команду, то бейсбольную, то соревнования по гребле в Оксфорде. Понятно, нам еще, может быть, до этого время потребуется, но согласитесь, это уже система, это уже среда. Всеми спортивными залами, бассейном и стадионом студенты могут пользоваться совершенно бесплатно. Кроме физкультурных объектов, с начала учебного года открылся еще один корпус общежития. Теперь в двух 25-этажных домах могут с комфортом разместиться более 800 человек. В каждом здании есть одна, двух- и трехкомнатные квартиры. Внутри уже имеется необходимый комплект мебели и бытовой техники. Все, что сейчас здесь находится, кровати, столы, стулья, шкафы, все это уже было. У нас также холодильник имеется, стиральная машина, потом плита своя. То есть все уже, в принципе, все, что нужно, базовый набор уже есть. Изначально планировал поступать немного в другой университет, там пожил в общежитии три дня. Ну, как сказать, там больше походило на казармы армейские. Строительство правобережного кампуса СФУ велось с 2012 года. Стоимость проекта составила полтора миллиарда рублей. Пользоваться построенными площадками смогут и жители ближайших домов. Комфортность жизни и разнообразие видов отдыха – важная составляющая при выборе вуза, подчеркнул спикер законодательного собрания Красноярского края. Аналитики говорят о том, что при предпочтении в адрес СФУ, если хотите, наши абитуриенты, приезжающие из других регионов Восточной Сибири, ориентировались во многом на имиджевые вещи. Не только на возможность получения здесь качественных знаний, образования, но и на красоту, если хотите, на впечатления, которые производит на них университет как таковой. В планах руководства Сибирского федерального университета построить еще два подобных кампуса. В них должны будут разместиться не только новые абитуриенты, но и участники Всемирных студенческих игр 2019 года в Красноярске. Сергей Сеславин, Максим Галат, Алексей Овсянников. Новости. Продолжение следует...